Наверное, первая фирма, о которой вы услышите, придя в VeloSport, это будет фирма Shimano. И, наверное, первые педали, которые вы купите себе, если захотите перейти на контактные педали, они будут именно Shimano. И именно этой модель. Это модель M424. Так что встегиваемся поудобнее и открываем эту коробку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коробочка Shimano M424. Это такие бюджетные шамановские педали с платформой. На коробке указано, что есть регулировка жесткости натяжения пружины, то, что механизм встегивания передвигается вокруг оси относительно платформы. Указано, какие шипы используются, каким ключом заворачивать 15-м, сколько весит пара 472 грамма и для чего используются. Эти педали для трейла написаны и для BMX имеется в виду рейсинг. Больше ничего полезного для нас на коробке не указано. Внутри. Вот такой вот галка выезжает. Далька. Далька, на которой написано, что опасно жить. Шипы SPD и прям талмуд по поводу того, как себя обезопасить. Это самая начальная модель из более или менее пригодной для катания по трейлам, для кросс-кантри. И давайте рассмотрим, чем они так хороши. Наверное, все, кто пришел в мир экстремальных велосипедов, так или иначе, сталкивались с фирмой Шимана в качестве контактных педалей, потому что, во-первых, они бюджетные. Конкретно эта модель очень демократична по цене. И дальше мы разберемся, почему. Ну и потому что все знают этот бренд. Первый бренд, который на слуху у людей, которые приходят в велосипединг. Стоимость этих педалей, я бы сказал, даже подозрительно низкая, потому что на конец 2017 года они стоили в районе 3000. Контактный механизм этих педалей защищен пластиковой рамкой, которая защитит вас от встречи с какими-нибудь камнями, препятствиями, с чем угодно. Платформа из полимера используется не как платформа, это скорее как в качестве опоры, но никакой дополнительной фиксации она вам не дает. Это дополнительная площадь контакта ваших ботинок с самой педалью, которая дарит вам ощущение опоры. У этой модели единственным слабым местом являются подшипники, ну как и у большинства шмазовских педалей, потому что грязная защита у них не очень хороша, но это компенсируется ценой. Я думаю, что за полгода катания вы ощутите на себе все прелести этой грязной защиты, и вам придется обратиться в сервис для того, чтобы отремонтировать подшипники. Механизм встегивания классический, вы просто надавливаете ботинком сверху на педаль и встегиваетесь, и будет слышен отчетливый щелчок, который характерен для шамановских педалей. Так же, как и на 647 модели, по мне внешний вид этих педалей оставляет желать лучшего, потому что вот такой пластик использовать и в целом весь дизайн очень устарел. Им все фанаты шаманов так и продолжают ждать что-то нового в линейке контактных педалей для более-менее экстремального катания. Но шаманы не торопятся нас порадовать подобными товарами, к сожалению, как бы нам этого не хотелось. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Но за 3000 я считаю эти педали очень хорошим вариантом, плюс вес их всего 525 грамм за пару, то тоже уже немножко из прошлого века, но за 3000 я сомневаюсь, что вы сможете найти что-то лучше. Что можно сказать в итоге по этой модельке? Крайне демократичная цена, классический СПДшный шип, рамка, защищающая вашу педаль от камней и препятствий, и, наверное, одна из самых проверенных фирм на рынке. Именно эти четыре составляющих и послужат причиной покупки данных педалей в наших магазинах. А по промокоду видеоблог вы получите дополнительную скидку в 10%, введя ее в поле промокод на сайте, либо сказав продавцу.